Так, вот. Значит, мы говорили про генотипы, и, соответственно, есть редкие случаи фенотипических признаков, изменчивость которых зависит от одного только полиморфного локуса, и такие, значит, фенотипические признаки называются Мендельевскими. И Мендельевских фенотипических признаков очень много, человека Мендельевских болезней, рецессивных, по-моему, 2000 известно, и доминантных, вот в таком, так сказать, не вполне правильном смысле, 1200 штук. Ну и, видимо, всего лишь 1500 Мендельевских болезней, потому что Мендельевская болезнь – это обычно поломка гена, генов у нас 20 тысяч, но поломка некоторых генов просто летальная на ранней стадии, и у человека эта болезнь не считается, потому что этих погибших зародышей никто не видит. А какие-то гены, даже их полная поломка никакому четкому фенотипу не приводит. Так что я думаю, что примерно половина Мендельевских болезней известна. Вот. Но это, значит, все вещи индивидуально редкие. Вероятность того, примерно 1% новорожденных детей больны Мендельской болезнью. Это, конечно, очень много, но много, так сказать, в индивидуальном плане, а не популяционно. А огромное большинство полиморфных фенотипических признаков – это признаки мультифакториальные. То есть, значение признака зависит от многих полиморфных локусов и плюс еще от влияния среды, либо контролируемых, либо случайных влияний среды. Откуда мы это можем узнать? Ну, во-первых, по результатам скрещиваний. Или там про человека нехорошо говорить, что мы их скрещиваем, но их не позволят скрещивать. Значит, по результатам их щепления в потомстве. Если взять белого и негра, у них, значит, там дети будут промежуточно-коричневого цвета. И это, в принципе, совместимо с менделевским неполным доминированием. Но если взять двух, значит, гибридов черно-белых человека, то у них не будет щепления 3 к 1 или там 1-2 к 1 на белых негров и мулатов. Правильно? А будет какое-то, значит, бульмение непрерывная кривая. И это верно там для огромного большинства признаков. Это одно очевидное свидетельство. Собственно, дедушку Менделя поэтому и не признавали 35 лет, потому что он открыл там какие-то законы Менделя, там расщепление 1-2 к 1 или при доминировании 3 к 1. А ему сказали, что ты ердой занимаешься, твои законы Менделя не описывают то, что происходит реально в пародии. Опять-таки, потому что там, если ты скрещиваешь, там, не знаю, колли с добергманом, то у тебя не получается во втором поколении четверть колли, половина метисов и четверть добергманов. А получается, хрен знает что. Менделя отвечал на более глубокий вопрос. Он отвечал на вопрос о том, как устроена генетическая изменчивость, а вовсе не о том, как предсказать результат индивидуальной скрещивания, потому что результат индивидуального скрещивания может зависеть от очень большого числа менделяских генов. А даже сам этот вопрос просто никто не понимал вообще, что за вопрос такой. И то, что мультифакториальная изменчивость, когда наследование не менделевское, вот такое вот, какое-то гораздо более хитрое, что это просто результат менделевского наследования в большом количестве генов, которые там могут рекомбинировать, это удивительным образом не понимали до 1918 года. Там были всякие идиотские споры между менделистами и биометристами, и борьб какой-то происходил. Пока в 1918 году дедушка Фишер не опубликовал статью под названием «Корреляция между родственниками с точки зрения менделевской генетики». И показал, что количественные закономерности, там то, что у родных братьев рост более похож, чем у двух случайных человек, взятых в популяции, что такие количественные закономерности вполне сочетаются с таким вот качественным менделизмом, если предположить, что изменчивость роста зависит от большого числа генов, и, значит, плюс еще от Сайды. И после этого, значит, дурацкие споры между менделистами и биометристами сошли на нет. Но это был аж 1918 год, а Мендель – это 1866, 35 лет вообще на это дело никто не обращал внимания, а потом еще почти 20 лет тупо спорили, Мендель – он хороший или нехороший. Вот. Значит, сложное наследование, так сказать, а вовсе не Мендельский 1 к 2 к 1 – это один аргумент в пользу мультифакториальных признаков, в пользу того, что они частые. Другой аргумент – это феномен неполной пенетраторности. Все знают, что такое неполная пенетраторность, да? Вот какая-нибудь Мендельская болезнь. И это часто, вот человек, у него Мендельская болезнь, это какой-то недоразвитый христаллик. И родители его здоровы. Но думают, наверное, это новая мутация. Или, может быть, это рецессивная болезнь. То есть, ничего подобного, у его папки тот же самый ген, только папка его здоров. И почему этот ген у папки не проявился, а у потомка проявился? Ну, вот, значит, говорят, что это генетический фон. Другой. И сугубо, так сказать, произвольно, можно сказать, что если пенетраторность выше 50%, ну, это Мендельская болезнь с неполной пенетраторностью. А если пенетраторность ниже, тогда мы говорим, что это значит такой мультифакториальный признак. Никаких здесь четких границ нет. Вот. Значит, мультифакториальные признаки бывают двух сортов очень важных. Бывают количественные признаки, но рост меряется в сантиметрах. Знаете, наверное, я смогу довольно быстро рассказать, но это сложный материал. Он реально сложный. И там некое количество абстратных идей. Так что я буду быстро барабанить, а вы перебивайте меня, если что-нибудь непонятно. Значит, значит, количество признаки – это одна история, а другая история – это качественные признаки, но чем количественный признак отличается от Менделевского, понятно. Как это в Менделевском, если у тебя два аллеля, это может быть максимум три состояния – гомозигота, гетерозигота, другая гомозигота. А там цвет кожи или рост, так сказать, действительно может меняться более-менее неправильно. Но бывают это качественные признаки. Вот, например, шизофрения. Я либо шизофреник, либо нет. Но это тоже, конечно, ерунда. Шизофрения бывает разная, бывают всякие пограничные состояния, но, тем не менее, в первом приближении 99% людей не имеют диагноза шизофрения, 1% имеют. И можно было бы подумать, что это такой количественный, извините, такой менделевский признак, но на самом деле это не так, и никакого там менделевского наследования нет. И модель здесь такая. Вот мы с вами говорили об одномерном эпистазе, здесь очень полезно это понятие. Но в контексте таких вот качественных, двузначных, фенотипических признаков используют такие слова. Вот это вот, значит, я называл это потенциал приспособленности. А когда говорят о генетике человека, часто говорят лорабилити. Это то же самое. Лорабилити, то есть, наверное, не знаю, подверженность. Как перевести лорабилити? Вот. А это, значит, сам признак. И если у меня подверженность низкая, то вероятность того, что я буду шелоперенником, мала, а дальше она быстро растет. Видимо, вот такая вот картинка в рамках модели одномерного эпистаза, видимо, отражает реальность достаточно хорошо. Это большая наука, которой у нас нет времени заниматься подробно, но сейчас происходит революция вот такой психиатрической генетики. Оказалось, что люди с диагнозом умственная отсталость, шизофрения и аутизм, почти в половине случаев больной несет мутацию, новую мутацию. Но, что же, так сказать, менделевская болезнь, что вот я смутировал, и, значит, эта мутация непосредственно вызвала шизофрения, аутизм или умственная отсталость. Видимо, нет. Эта новая мутация меня просто передвинула вот отсюда вот, вот сюда вот. Я из зоны, в которую, еще, так сказать, мой генотип терпит, попал в зону, где уже генотип испорчен слишком сильно, и появляется клиника. Откуда это видно? Это видно оттуда, что та же самая мутация. Вот берут, бывают тройки, бывают квартеты. Берут маму, папу и двух СИПСов. Один шизофреник, один здоровый. И дальше смотрят до новой мутации, ну, обычно только минокислотные замены смотрят, поскольку они самые вредоносные. у детей, в смысле, у здоровых СИПСов контроля и у больных. И видят, что там на 100 здоровых СИПСов 100 до новой мутации, а на 100 шизофреников 150 до новой мутации. И ясно, что вот эти 50 мутаций, они в каком-то смысле ответственны за эту шизофрению. Но при этом дальше смотрят и оказывается, что те же самые аллели, которые возникли за счет этих новых мутаций, которые мы видим у шизофреников, те же самые аллели мы находим среди здоровых, клинически здоровых людей, популяции, но за счет каких-то мутаций, которые произошли раньше. То есть, это не то, что Мендельская болезнь, у меня возникла эта мутация, и, соответственно, у меня есть этот фенотип. А эта мутация приведет к возникновению болезни, только если она возникла уже на достаточно отягощенном генетическом фоне, если, значит, лаобилу эти, соответственно, был уже достаточно большой. Вот такая модель, видимо, неплохо эту ситуацию описывать. Значит, то, что признак мультифакториальный зависит от множества полиморных генов и от среды, вовсе не означает, что этот признак должен быть количественным. он может быть и такой, более-менее двузначный, как шизофрения. Хорошо. Но давайте про количественные признаки пока поговорим. Значит, здесь нужно ввести три понятия. красивые картинки. Ну да, это вот мендеревский признак и количественный. В смысле, мультифакториальный признак. Да, вот это влияние среды. Эти два человека, это идентичные близнецы. Но этот качок качался, значит, занимался там метанием там чего-то, а это марафонница. Вот. А это просто случайное влияние среды. Видите, у него рога совершенно разной формы. Хотя ясно, что генотип у него один и тот же. Вот так его. Так. Пока здесь неотверждающая картинка. Значит, есть разные подходы к описанию наследования сложных мультифакториальных признаков. и стандартный подход основан на разложении дисперсии на компоненты. Это, собственно, подход, который в 1918 году предложил Фишер. И я этот подход терпеть не могу, потому что он совершенно не биологический, он какой-то статистический, и, в общем, там куча всех влажей. Во всех учебниках он изучает и учебник качует, и я его никогда не понимал, и терпеть его не могу. И давайте я вам расскажу биометрический подход, который, ну, в некоторых предположениях эквиваленте, ну, в общем, это тоже большая наука, которую я до конца не понимаю, никто ее до конца не понимает. Сколько я могу? Да, никто до конца не понимает, потому что авторы такой классической монографии на эту тему, Линч и Волж, они написали Редкий завет, а теперь никак не напишут Новый завет. Редкий завет, значит, первый том этой монографии про собственное писание, а второй должен быть про революцию мультифакториальных признаков. Они первый том писали 20 лет, он вышел в 98-м году, 800 страниц, вот такой Талмуд, а второй том они хотели сделать за три года, а он до сих пор не вышел. И недавно на допросе Линч показал, что лет через пять они его закончат. Вот, а Волж с тем временем увлекся коллекционированием пять дней, он сказал, что он вообще ничего писать не будет, он будет пять дней сколлекционировать. И, в общем, непонятно, будет ли второй том, но я стал Линчу задавать вопросы, а он сказал, знаешь, я ничего не помню, что он написал, ты читай мою книжку, прошло уже почти 20 лет, я ничего не помню. Так что в этой науке никто ничего не понимает, это ужасная, жестокая наука. И давайте я вам расскажу со своей точки зрения, которая, ну, по крайней мере, то, что я буду рассказывать, я более-менее понимаю. Значит, вот рассмотрим количественный признак рост. Будем думать о росте. Вот, пускай у меня мы введем три понятия. Ведь наблюдаемый, унаследованный и передоваренный. три значения признака. Вот, наблюдаемый рост у меня 189 сантиметров. Это просто. Взяли меня и померили линейкой. Знаете, как найти площадь Ильича, да? Ну вот, значит, можно померить линейкой. Вот. Значит, унаследованный рост меня, это немножко сложнее, но ненамного. Это нужно вывести там тысячи моих братьев-близнецов идентичных и померить у них средний рост. Ну и предположим, что он будет 190 сантиметров. То есть, это ожидаемый рост индивидуума с тем же самым генотипом, что и у меня. Можно еще сказать, что это мое генотипическое значение роста. Ильич, мой унаследованный рост, ожидаемый рост при моем генотипе. Это понятно. А передаваемое чуть-чуть хитрее. Значит, пускай у меня, давайте я сначала скажу неправильно, вы не пишите, а потом скажу правильно. Пускай я рожу тысячу сыновей от тысячи случайно выбранных теток. или мои тысячи братьев близнецов, каждый родит с одного сына. И у них средний рост будет 185 сантиметров. У этих тысячи сыновей. И тогда неправильно будет заключить, что средний, что это мое передаваемое значение роста. Хорошо? А почему это неправильно? Ну, потому что при половом размножении я отвечаю только за половину генотипа. Правильно так. Пусть у меня в популяции среднее значение роста 182 сантиметра, а значит, если среднее значение этого ребенка моего 185, я делаю так. 185 минус 182 умножаю на 2 и получаю 108 из 8. То есть мое передаваемое значение признака это удвоенное отклонение моего потомка от среднего, чтобы принять во внимание то обстоятельство, что я отвечаю только за половину генотипа ребенка. Можно написать соответствующие формулы в общем виде, но в таком частном случае, значит, если моего от случайной женщины полученного потомка рост 185, то значит мое передаваемое значение признака при среднем росте популяции 188 будет 188 хорошо? Вот. Значит, три таких фундаментально важных понятия наблюдаемые унаследованные передаваемые значения признака. Вот. И нам нужно для полного счастья померить распределение плотности этих признаков популяции. Если это рост, то меня интересуют их плотности. Будем считать, давайте не будем на этом заостряться, это на самом деле не совсем правда, не обязательно правда, но будем считать, на самом деле это очень интересная тема, будем считать, что средние у них одинаковые у этих распределений. Значит, ту же процедуру можно проделать не только для меня, но и для каждого индивидуума популяции. И дальше нарисовать распределение наблюдаемых, унаследованных и передаваемых значений признаков популяции. Будем считать, что у них средние одинаковые. Не хочу говорить, почему это так. На самом деле хитро, но все так считаются, хотя я не уверен на сто процентов, что это правда. А вот теперь давайте разбираться с их дисперсиями. Как вы думаете, у кого дисперсия самая большая, у кого самая маленькая? Ну давайте наблюдаемые и унаследованные проще. Какое распределение сыра наблюдаемых значений признаков или унаследованных? Наблюдаемых. Понятно почему, потому что мое наблюдаемое значение это мое унаследованное плюс какое-то случайное влияние на него. Это значит будет наблюдаемое и унаследованное будет уже. а передаваемое как будет относиться с унаследованным уже будет или шире. Тут опять-таки чрезвычайно полезно понятие эпистаз значит здесь закон по роду такой что если у меня эпистаза нету то есть унаследованное значение признака это есть просто сумма вкладов отдельных локусов то тогда распределение передаваемых унаследованных будет одно и то же а если эпистаз есть то распределение передаваемых будет еще уже значит без эпистаза разницы нету а при наличии эпистаза распределение передаваемых будет еще уже вот здесь я хочу привести замечательный пример и это тоже нам пригодится для более глубокого понимания для более глубокого понимания понятия эпистаз вот давайте вот такую таблицу заполним пускай у меня есть всего лишь один локус двумя аллелями три генотипа вот будем считать что у меня частоты аллели одинаковые у меня хардивайнбергская популяция значит этих у меня четверть этих половин и это четверть и давайте посмотрим как они будут передавать свои генотипы и фенотипы значит сейчас я напишу занудливую занудливую картинку из которой многое станет понятно значит если я гомозигота большое большое я могу скреститься с а большим а большим тогда все потомки будут а большое а большое значит их либо давайте я сейчас быстро напишу проще написать чем объяснять так значит здесь еще немного еще чуть-чуть вот замечательно а теперь давайте мы посмотрим какие будут какие будут передаваемые значения признака при разных схемах наследования ну вот предположим что жизнь у меня устроена так если я а большое а большое у меня рост 1 если у меня а большое а маленькое рост 2 а если у меня а маленькое а маленькое рост 3 давайте посчитаем значит у меня четверть потомков будут таких они все будут иметь рост 1 да здесь половина потомков у меня получено от скрещивания с а большой а маленькой из них половина будет так половина так значит у меня в результате половина потомков будет следите за руками значит четверть у меня придет потомков от этого скрещивания и половина от этих от этой половины половины тоже а большое а большое значит всего из всех моих потомков половина будет а большое а большое и половина а большое а маленькое а большое а большое дает мне единицу считаем что нету средового разброса для простоты так что унаследованное значение в связи мне дает наблюдаемое значит половина моих потомков имеет единицу и половина двойка значит средняя у потомка будет 1 и 5 здесь средняя у потомка будет 2 и здесь средняя у потомка будет 2 и 5 и значит это средняя потомка, и это будет передаваемая. Передаваемая, значит, здесь будет 2, а здесь отклонение мы удваиваем, поэтому здесь будет единица, а здесь будет только. Видите, в таком случае, когда все аддитивно, то есть нет эпистаза, а передаваемое значение равно унаследованному. Усекли? А теперь давайте рассмотрим вот какой случай. Если я гетерозигота, у меня двойка рост, а если я гомозигота, у меня рост единица. Тогда что будет? Здесь у меня сохранится 1,5, ну и здесь по аналогии тоже должно быть 1,5. А теперь давайте посчитаем потомков гетерозигота. Значит, у потомков гетерозигота половина детей будет гомозиготной, половина гетерозиготная, то есть средняя будет 1,5. Видите, если у меня, ну, если у меня мое унаследованное значение признака зависит только от сочетания генов, то есть у меня нельзя сказать, что ген А большое увеличивает мой рост или А маленький увеличивает рост, а увеличивает рост гетерозиготности, то тогда у меня вообще нет никакой изменчивости в передаваемом значении признака. У меня все, ну, то есть она в одной точке сосредоточена вся эта плотность передаваемого. Значит, это ситуация полного епистаза. Понятно, почему такое происходит. Мои аллели передаются следующие поколения, а моя гомо- или гетерозиготность не передается. Будь я хоть гомозигот, хоть гетерозигот, все равно в такой простейшей ситуации половина их потомков будет гомо- или гетерозигот. Вот, так что унаследованное значение, передаваемое значение признака имеет ту же плотность, что и унаследованное, если у меня нет эпистаза, а чем сильнее у меня эпистаз, тем относительно более плотность передаваемых сужена по сравнению с плотностью унаследованных. И в крайнем случае, если у меня вся изменчивость эпистатическая, тогда у меня вообще изменчивости передаваемых значения нет. Это на самом деле очень забавно, потому что вот в этом случае мой рост полностью определяется моим генотипом. Мы средовую изменчивость не рассматриваем. Считаем, вот если я гомозигот, у меня единица, если я гетерозигот, у меня двойка. То есть, мой рост полностью определяется моим генотипом, и поэтому я свой рост потомку вообще не передаю никак, потому что весь эффект связан с эпистазом, то есть, взаимодействием генов. Поняли, какая ужасная сила в эпистазе? Эпистаз – это страшная сила. Хорошо. Значит, тем самым мы разобрались с понятиями наблюдаемого унаследованного и передаваемого значения признака. Значит, дисперсия наблюдаемого больше, чем унаследованного, поскольку на признак еще влияет случайно среда, а дисперсия унаследованного больше, чем передаваемого, поскольку имеют место эпистатические взаимодействия между генами, а не просто унаследованное значение признака равно сумме вкладов отдельных аллелей. Вот какая ужасная наука. Средние, давайте считать, что они одинаковые, хотя на самом деле это тонкий вопрос. Не так там все может быть просто. Вот. Значит, и теперь мы хотим изучить, как эта изменчивость популяции устроена. Ну, реально в популяциях мы обычно видим гауссовое распределение таких количественных признаков. Да, тут, наверное, вот еще что полезно сказать. Значит, это количественный признак. А в каком-то смысле картинка еще более наглядная для бинарного признака типа шизофреник, не шизофреник. Значит, вот будем считать, что признак строго бинарный, и тогда наблюдаемое значение признака может быть 0 или 1. Я либо не шизофреник, либо шизофреник. Но два других распределения, унаследованное и передаваемое, они все равно остаются количественными. Потому что, ну, они смещены сюда, как-то вот так вот они устроены. Потому что, потому что не бывает такого, чтобы какой-то генотип, там, с вероятностью, 100% давал мне шизофреник. И распределения более узкие и количественные. Значит, это для количественного признака, а это для бинарного. Это наблюдаемое, это унаследованное и это передаваемое. Хорошо. А, значит... Да может, это не так все сложно. Значит, теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим как-то эту картинку описать. Ну, вот у меня есть какое-то среднее и какая-то дисперсия этих признаков. Значит, у меня, опять-таки, считаем, что все три средних одинаковые, а дисперсии у меня три. Самая большая наблюдаемого, поменьше унаследованного, еще поменьше передаваемого. И я хочу ответить на вопрос, дисперсии большие или маленькие. Вот как прикажете отвечать на этот вопрос? Вот дисперсия роста популяции человека большая или маленькая? Так, есть голоса за большие, есть за маленькие, есть за средние. Значит, ну, в этой ученой аудитории достаточно лишь упомянуть понятие размерность. Ясно, что по меньшей мере мне хочется, чтобы мой ответ на вопрос большая или маленькая не зависел от того, я меру роста в сантиметрах или в метрах. Правильно? Дисперсия на течение размерность в квадрат. И вот, пускай у меня дисперсия один метр квадратный, я скажу, что один – это мало. А потом я померил раз в сантиметрах, и у меня получилось дисперсия десять тысяч квадратных сантиметров. Я скажу, вот, дофига квадратных сантиметров. Вот. И скажу, что это много. Это нехорошо. Значит, соответственно, мне нужна какая-то безразмерная вещь. Кричите громче. В процентах много. В процентах от чего? Ну, от роста, например, да? Есть какой-то рост, который не приближает, и там… Так, то есть мы хотим безразмерную величину. И сделать дисперсию безразмерную можно на среднее. Тогда у меня получится размерность метра. Это, конечно, лучше, чем метр квадратный, но если она плохо. Да. Мы поделим ее на квадрат среднего. Это удивительная по своей глубине идея. Странным образом не первая. Но теперь в нашей жизни она будет первая. Мы можем дисперсию поделить на квадрат среднего или стандартное отклонение поделить на среднее. Или поделить дисперсию на квадрат среднего и потом извлечь из этой хреновины корень, и это получится стандартное отклонение, деленное на среднее. И называется эта штука в статистике как коэффициент вариации. Совершенно верно. И это один отличный способ получить безразмерную величину. И ясно, что у нас таких коэффициентов вариаций получится три. Для наблюдаемых, для унаследованных и для передаваемых. Значит, опять-таки мы веруем в то, что среднее, на которое мы делим во всех тех случаях одинаковое. Это очень кошерный способ. Называется этот вот коэффициент вариации эволвабилити. Кто-нибудь может предложить нормальный русский перевод? Эволюционируемость. Во-во-во, эволюционируемость. Давайте назовем эволюционируемость, придумайте лучший перевод. Я в свое время предложил русский перевод слова alignment. Вы используете выражение выравнивание? Вот это я предложил. Точнее, мы с Михаилом Абрамовичем и Рудбергом, когда alignment и были, а выравнивания еще не было. В 1982 году мы думали, как же сказать по-русски alignment. И сказали выравнивание. Это варварское слово, от которого язык сломаешь, как-то вошло в язык. Так что, может быть, эволюционируемость этой хороша. Но, в общем, эволвабилити. Удивительным образом, это эволвабилити предложил мой друг Дэвид Хул только в 1992 году. А до этого все употребляли другой способ безразмеривания дисперсии, особо циничный. Значит, чтобы дисперсию безразмерить, ее можно поделить на квадрат среднего. Это мудрая, правильная и кошерная. Но это не единственный способ. Что еще можно? Как еще можно безразмерить дисперсию? Ее можно поделить на какую-нибудь другую дисперсию. И то, что делали до 1992 года, брали дисперсию унаследованных или наблюдаемых, извините, унаследуемых или передаваемых значений признак и делили на дисперсию наблюдаемых признаков. На дисперсию наблюдаемых значений. И это называется heritability, то есть наследуемость. Причем еще жуткие терминологии. Дисперсия унаследованных, поделенная на дисперсию наблюдаемых, называлась broad sense heritability, то есть наследуемость в широком смысле. А дисперсия передаваемых на дисперсию наблюдаемых называлась, ну и называется narrow sense heritability, то есть наследуемость в узком смысле. Я бы за такую терминологию убивал. Но поскольку ее предложил дедушка Фишер, то все боялись дедушку Фишера. И хотя он уже помер 50 лет назад, все равно боятся. Он был реальный псих, он верил тоже очень в Евгенику и считал, что у него такие отличные гены, что их должно быть много. И заставил свою жену родить 8 детей. После этого, родившая 8-го, она сказала ему обидные слова по-английски и ушла от него. Она могла бы это сделать гораздо раньше. Вот. Так, хорошо, ковряться все знают, что такое ковряться, хрен бы с ними. Неудачные картинки. О, вот. Да. Вот. Значит, удивительным образом, а это из недавней работы Дэвида Холла, это он собрал все данные больше 1000 измерений. Вот это эволвабилити, а это херитабилити. И, как видите, корреляция между ними довольно-таки слабенькая. То есть, если мы меряем дисперсию в единицах квадрата среднего, и если мы меряем унаследованную, передаваемую дисперсию в относительно наблюдаемой дисперсии, это существенно разные вещи. Значит, эволвабилити отвечают на вопрос, какая доля генетической изменчивости, которую мы наблюдаем, извините, какая доля фенотипической изменчивости, которую мы наблюдаем, она связана с генетическими факторами. Либо с генетическими факторами, которые я получил от моих родителей, либо с генетическими факторами, которые я передал своему потомству. Значит, это broad sense and narrow sense. А evil mobility задает вопрос, насколько у меня эта дисперкция велика относительно среднего. Evil mobility у меня вообще говорят о и, наблюдаемые. И странным образом, что ответы на эти вопросы могут быть существенно разные. Ну, понятно почему. Представим себе, что у меня в популяции средовой изменчивости вообще никакой нет. Тогда у меня и эпистаза никакого нет. Тогда у меня все эти три распределения будут совпадать. И у меня heritability, наследуемость, будет 100%. Правильно? У меня дисперкция у наследованных и дисперкция передаваемых такая же, как дисперкция наблюдаемых. Если среда не влияет, если нет эпистаза, вот так оно и будет. Но, при этом, абсолютная величина этой дисперкции в единицах квадрата среднего может быть очень маленькая. Так что у меня, может быть, вся дисперкция вызвана генетикой. Heritability у меня 100%. Ой. Heritability у меня 100%. Но, поэтому, и влоббилити у меня очень маленькая. Может быть, наоборот. И влоббилити у меня большая, но heritability маленькая. В общем, бывает и что угодно. Хорошо. Значит, обычно... Так, что еще надо про это рассказать? Про это... Да. Теперь, как это измерять? Значит, наблюдаемое это померить легко. А про унаследованное, значит, я сказал, что нужно кучу моих близнецов. А тут еще, чтобы каждый близнец еще со случайной теткой приду на свет потомка. И это сложно. Но есть более простые методы измерения унаследованных, значит, и... Ну, не всей плотности, а дисперсии унаследованных и передаваемых значений признаков. Ну, для унаследованных нужны действительно близнецы, а для передаваемых достаточно взять просто родителей и потомка или обычных сипсов. И меряют... Есть у меня корреляция. Сейчас самые-то хорошие картинки нет. Неудачная эта лекция. Надо ее все переделывать. Значит, что делают? Берут, рисуют картинку, это родитель, это потомок. И, значит, вот получают... Ну, там среднее можно сделать, чтобы оно было в нуле. И считают линейную регрессию. И есть на эту тему нехитрая наука, которая показывает, что коэффициент линейной регрессии родителей на потомка – это половина наследуемости. То есть, сравнивая родителей и потомков, значит, можно получить наследуемость. Наследуемость в узком смысле. То есть, отношение дисперкции передаваемого значения к дисперкции наблюдаемого. Ну, а дальше, если у меня есть наблюдаемое дисперкции и наблюдаемое среднее, то, зная характерабилити, я могу получить эволобилити и наоборот. Это для количественного признака. Если признак качественный, как шизофрения, то, соответственно, у меня получаются не разбрасанные, где не попадя точки, а появляется понятие конкордантность или дискордантность. То есть, какой вероятностью, если один СИПС шизофреник, то и второй тоже шизофреник. Или, значит, какая наследуемость, с какой вероятностью, если родитель шизофреник, то и потомок шизофреник. Значит, несколько модифицируется эта вся математика, но, значит, по корреляции между братьями и сестрами или между родителями и потомками, дисперкцию передаваемого значения признака можно оценивать. И практически всегда оказывается, что дисперкция достаточно велика. Вот такая вот патологическая экзотика, когда все зависит только от взаимодействия между генами, а не от отдельных аллелей, и, соответственно, ничего не передает. С такой патологической экзотики мы практически никогда не видим, а видим существенную дисперкцию передаваемых значений признаков. Вот. И теперь последний вопрос, который остался, это как все это дело связывать с генами. Мы пока что занимались чистой, как это выражается, биометрией, то есть разбирали, что там происходит с фенотипами, с признаками, а какие за этим стоят гены, вот эти самые, в основном диалельные локусы со старыми и новыми аллелями. Мы этим не занимались. А сейчас эта наука абсолютно сорвалась с цепи. Сейчас в диком количестве изучают полиморфные локусы, стоящие за изменчивостью количественных признаков. И эта наука, в общем, очень хорошая, хотя все над ней издевались. И, в общем, напрасно над ней издевались. Значит, в чем, представим себе какой-то полиморфный локус, который у меня сидит в геноме где-то и влияет на мультифакториальный признак, на рост или на вероятность того, что я буду шизофреником. Значит, какие две основных характеристики полиморфного локуса, влияющего на фенотипически сложный признак? Это, во-первых, частота производного аллеля, сейчас сокращают, пишут DAF, Derived Alley Frequency. И, во-вторых, величина эффекта. Ну, величину эффекта там по-разному в разных единицах измеряют, но можно взять просто ожидаемое значение признака, если... Ну, будем считать, что производная аллеля редкий, так что старая аллеля маленькая, так что у меня в популяции либо маленькая-маленькая, либо большая-маленькая. И будем эффект мерить по отношению ожидаемого фенотипа у А-большой-А-маленькая и у А-маленькой-А-маленькой. Как-нибудь таким простым способом можно мерить эффект. Вот. Значит, частота производного аллеля и отношение ожидаемого фенотипа у гетерозигота по производному аллелю и, значит, у антистральной гомозиготы. Ну, давайте представим себе. Пусть у меня частота производного аллеля большая, 1% популяции. И пусть, если я гетерозигот по этому производному аллелю, то у меня кровяное давление поднимается на тоже 1%. Можно такую вообще аллель найти? Вот мы возьмем 100 тысяч человек, померяем у них давление, определим их генотипы. Из 100 тысяч человек, тысяча будет нести мой производный аллеля большая. Значит, 99 тысяч человек у меня А-маленькая-маленькая и тысяча человек у меня А-большой-А-маленькая. Ну, там еще сколько-то будет гомозигот, но черт бы с ними, их мало совсем. Вот. И у этих, ребят, давление 120, систолическое, а у этих на 1% больше. То есть, 121,2. И что это, можно статистически поймать такое? Никогда в жизни. Вот. Тут еще возникает проблема, которая вам, как образованным формально людям, видимо, должна быть очевидна. Проблема называется множественное тестирование. Потому что я же не знаю заранее, какие локусы мне важны и какие не важны. Я смотрю на все. И, как вы понимаете, если я изучу 20 локусов, то один из них по первому порогу будет достоверно с кем-то ассоциировать. То есть, у меня жуткое количество... Ну, вот, хорошо, допустим, я даже смотрю на него. И, ну, то есть, даже забудем про множественное тестирование. Отлетить 120 от 121, при том, что у меня особей 121 тысяча штук. Можно только, если у меня средовая дисперкс очень маленькая. А если у меня давление скачет в большом диапазоне случайно, то это отличить нельзя. Но мне нужно, чтобы отличие было ужасно-ужасно достоверным из-за проблемы с множественным тестированием. Сейчас есть понятие достоверность геномного уровня. И там требуют, чтобы это самое превелие было меньше 10-8. То есть, в общем, вот здесь вот редкие аллели с маленькими эффектами. Их вообще очень трудно найти. Аллели, редкие аллели с большими эффектами, это мендельские болезни. А частые аллели с маленькими эффектами, ну, их можно искать. Но совершенно не факт, что Господь Бог нам предоставил частые варианты. А может быть, редкие варианты с маленькими эффектами отвечают за большую часть изменчивости. И тогда фиг ты чего найдешь. Вот. Значит, это ужасно хитрая наука. Но как эти варианты искать? Самый тупой способ, он же самый простой. Это такой, ты ловишь много-много людей, всех их чертям собачьим секвенируешь, и меряешь у них всех давление. Ну, или там, какой признак тебя интересует. И так стали делать только последние два года. А до этого занимались такой халтурой, которая называется ГВАС. Джинам Вайдес Ассейшен Стадис. Это то же самое, но только мы людей не секвенируем, а, что называется, генетипируем. То есть смотрим у них только на отдельные локусы, в которых есть какие-то распространенные полиморфизмы. Ну, и это делалось, потому что секвенирование было еще слишком дорогим, но в результате много информации терялось. Этими ГВАСами напахали немыслимое количество данных. Там, в Nature Genetics ты не откроешь, чтобы не натолкнуться на пять ГВАСов. И все это к чертам собачьим можно забыть, потому что все это будет переделано с честным секвенированием. Так что давайте я вас не буду учить про ГВАСа, потому что ГВАСа – это вчерашний день. Сейчас хорошие люди, хорошим ученым называются ученые, которые смогут натащить себе в лабораторию кучу бабок. Значит, они натаскиваются в лабораторию кучу бабок и честно секвенируют всех своих пациентов. Ну и представим себе, что у меня есть там 100 тысяч, ну 100 тысяч пока еще не бывает, но там, по-моему, 10 тысяч уже бывает, 10 тысяч полностью циквенированных людей. Ну там всегда есть проблемы с НИП-Коллингом или с чем-то. Но пускай, будем считать, что я точно знаю генотипы 10 тысяч человек, и у каждого из этих людей я померил там рост, вес, шизофрению и дохрена всего. И дальше я начинаю искать локусы, ассоциированные с этим значением признака. Ну и кое-чего там получается. Я забыл рассказать, о, я еще две расскажу. Давайте я вам расскажу два прикола простых. Значит, это надо было раньше рассказать, я забыл. Мы не пытаемся найти конкретные локусы. Мы, так сказать, еще в предыдущем мире находимся, когда мы только пытаемся найти общий вклад генетики определить, а конкретные локусы мы найти не пытаемся. Значит, вот можно смотреть на корреляцию родителей-потомок или смотреть на, значит, корреляцию между братьями и сестрами. Но есть еще две замечательных возможности, совершенно неожиданных. Первое – это посмотреть на корреляцию между генетическим родством брата с сестрой, ну, пускай они все будут сестры, чтобы про пол не думать, и генетическим сходством. Какая у сестер доля общих генов? Половина. Но у мамки с дочкой всегда ровно половина. А вот если две сестры, Маша и Оля, то у них всегда ровно половина общих генов? Нифига. Потому что есть Крисенгород. И если тупо эту Машу и Оля рассеквенировать, то может оказаться, что у одной пары будет 45% общих генов, а другой будет 55%. И распределение доли общих генов для пары сестер, на удивление, имеет широкий разброс. То есть там стандарт отклонения примерно 5%. То есть можно встретить таких сестер, у которых всего 40% общих генов, а можно встретить, у которых 60% общих генов. Но это, так сказать, редко, а там 45-55% это нормально. И дальше берут этих сестер, большое количество пар, для каждой пары смотрят, насколько у них близкий рост, и для каждой пары смотрят, значит, насколько у них доля общих генов. Ой, да, значит, не даю наружу. Значит, процент общих генов, а это сходство роста. Процент общих генов меняется от 0,5% до 0,55% и видят, что для тех пар, сестер, у которых большая доля общих генов, их росты, значит, более похожи друг на друга. И по силе этой закономерности тоже можно определить исследовательность. Это совсем недавняя идея, ну там, пятилетней давности, которая очень красивая. И похожий подход вот какой, значит, опять-таки можно смотреть на корреляцию родственников, ну что такое родственники, мы все родственники. И можно взять дядю Васю из Владимира и дядю Петю из Ярославля, которые понятия не имеют о том, какие они родственники. А дальше их секвенировать, ну даже не обязательно секвенировать, тут достаточно генотипировать. И увидите, какая доля у них общего генотипа. У них там был какой-нибудь Ивашка VI, прадед жил там в 14 веке, но они же этого не знают ничего. А смотришь на генотипы и все видишь. И дальше посмотреть для таких формально неродственных людей, насколько скоррелировано их фенотипическое сходство с долей общих генов. И тоже по этой корреляции можно мерить наследовательность. И это в некотором смысле лучше, потому что, когда ты сравниваешь родителя-потомка, ну там всякие общие средовые эффекты могут быть, какая-то еда. А тут дядя Вася живет во Владимире, дядя Петя живет в Ярославле, они ничего друг по другу не знают. Но там у Вася с Петей там будет общий ген и стокот, а у Вася с Коллией там существенно больше. И поэтому здесь эффекты получаются чисто генетически, потому что никакой общей среды нет. Вот. Значит, сухой осадок по части генов, которые стоят за количеством изменчивости, заключается в том, что таких генов обычно очень много. И впечатление, что... Ну, ключевой вопрос такой. Как устроен типичный ген, отвечающий, ну, во-первых, за патологическую изменчивость, за стезофрению. И во-вторых, за изменчивость такую, рост. Ну там рост нельзя сказать, что там, ну если там у тебя совсем уж большой, совсем маленький, но там нельзя сказать, что там метр семьдесят пять – это плохо, а метр восемьдесят пять – это хорошо. За такую нормальную изменчивость. И вот общая картина, которая, безусловно, верна, заключается в том, что генов, отвечающих за такого рода изменчивость, много. Но мне кажется, самый интересный вопрос, какая характерная частота производного аллеля, отвечающего, ну, вот, за хороший количественный признак. Там совсем они редкие, эти аллели? Или они частые, или не очень частые? Тут, видимо, чем реже аллель, тем он более заедающий, тем больше у него фенотипический эффект. Ну, ясно, что не будет в популяции болтаться на высокой частоте аллель, которая там делает что-то ужасное. То есть, редкие аллели, они будут обладать индивидуально большими эффектами. Но редкие аллели, они на то редкие, что в популяции мы, в популяции их носителей редки. Вот. Коллеги, можно потише, у нас там наука двигается. Ну, вот, Шамиль Сюняев, который один из главных начальников над этой наукой, он на последнем допросе показал, что большая часть количественной изменчивости, которую мы видим в человеческих популяциях, происходит за счет локусов, в которых частота производного аллеля между одним и 10%. Но он путается в показаниях. Там, если его допросить через год, то что он расскажет, я не знаю. В общем, никто этого пока что не знает. Но сейчас, когда современными методами секвенируют 10 тысяч человек и находят все локусы, которые якобы, значит, ну, которые удается достоверно связать с изменчивостью данного количественного признака, то в совокупности эти локусы могут нам объяснить 20-30% изменчивость. И что считается неплохо. Еще там 5 лет назад вообще нифига не удавалось объяснять, и все кричали, как же так, вот мы не видим гены, которые отвечают за изменчивость. А сейчас, значит, ну вот какое-то продвижение есть. Ну, еще во всем этом анализе я неявно предполагал, что эпистаза нет. Что вот в каком-то локусе какой-то аллель влияет на значение признака одинакового, независимого от генетического фона. Это вообще, говоря, совершенно не обязательно. Какой-то эпистаз, конечно, есть. И еще люди любят рассуждать о том, значит, какой там большой эпистаз. Какой там эпистаз никто не знает. Я не верю в очень сильный эпистаз здесь, потому что вот таких вот патологических картин никто не видит. Но количество, количество, количество никто не знает, что там происходит. Ну, в общем, это такая очень бурно взрывающаяся наука. И это со стороны может очень сильно раздражать, потому что, потому что появляется новый экспериментальный метод, все сразу переделывается, все ставят результаты в помойку, новые все пересчитываются, кричат, вот, ребята, мы все знаем, вликуются в Нейчер, получают там дикие гранты. Причем через пять лет оказывается чепуха. Говорят, ну, теперь нам дайте еще в десять раз больше бабок, мы уже точно все определим. И это может очень раздражать. Но, с другой стороны, задача реально сложная, ничего не поделать. Так, значит, это я вам рассказал все, что хотел рассказать про статическую картину. Значит, мы пришли в популяцию, никакой эволюции у нас не было пока что. Мы пришли в популяцию, видели у нее изменчивость всяческую, и сначала ее характеризовали на уровне генотипов, а потом небольшая доля изменчивости, которая живет на уровне генотипов, прямо так вот торчит и в фенотипах. Но большая часть фенотипической изменчивости, она сложная, мультифакториальная, и мы совсем-совсем грубо описали, в каких терминах можно думать об этой мультифакториальной изменчивости. Но пока что никакой эволюции у нас не было. Это мгновенная картинка, и если Господь Бог все популяции сделал 15 минут назад, то, так сказать, свойство этой картинки не изменится. Вот. А теперь настало время заняться эволюцией. Мы уже сейчас начинать, конечно, не будем. Но, значит, план компании такой – пройтись по отдельным факторам эволюции. И факторы у нас – мутации, отбор, способ размножения, значит, структуру популяции и дрейф. Давайте мы поставим повышенное статистическое обязательство перед собой, все эти факторы разобрать завтра. Это не получится. Дай нам Бог разобрать мутации и отбор. Но сколько получится, столько получится. Значит, тут про эти факторы я очень четко знаю, что должно быть рассказано. Ну и будем, соответственно, двигаться. Если вы посмотрите соответствующие презентации, которые там живут, про отдельные факторы, дальше не заглядывайте, чем дальше, как это, в лес, тем что-то там. Вот. А про отдельные факторы посмотрите. И, значит, мы с ними будем разбираться. Я хочу сделать упор на две вещи. Значит, с мутациями все, на самом деле, очень просто. Я хочу теорию отбора развить, ну, так сказать, в некой, так сказать, в некой законченности. Ну, не в законченности, но, так сказать, самые, в общем, аккуратно это сделать. С размножением тоже просто Харди-Ванверк доказать и доказать, что с линкс-дезэквалибраммом делается без отбора. Это красиво и просто. А в популяционными структурами я хочу вывести уравнение эллеры-лодки и ввести понятие ФСТ. И, наверное, ввести диффузионное приближение для миграции. Это тоже просто. Вот. А потом мы с вами помоем, изучая коалисценцию людей. Это ужасная наука, страшная и жестокая. Жестокая. Вот. После этого мы будем готовы к тому, чтобы изучать теорию микроэволюции, то есть все эти факторы, работающие совместно. Теория у нас будет прямая и обратная. А потом мы повторяемся это приложить к реальности. В общем, это все рассказать за 12 лекций нельзя, но мы будем стараться. Хорошо, сегодня на сегодня все.